Серёжа поехал в шахматы играть. Ой, оставил меня одну здесь мёрзнуть. У него-то там будет горячо, горячие сражения, борьба. У меня уже несколько человек спрашивали, у вас топят? Нет, девочки, у нас ещё не топят. Мёрзнем. Тем более у меня же первый этаж. Я вот первый раз после ремонта, а в шестнадцатом году уже я делала ремонт, впервые пожалела, что не сделала тёплые полы. И за эти годы впервые пожалела. Видите, вот хожу в тёплом платье. Это у меня такое пончо из шарфа давно я переделала. Видите, такой широкий шарф был. Можно чёрной стороной, можно красной. Как попало. В общем, вот и оделась. Хожу. Вот. Ну ничего. Сейчас мы с вами камин включим. И я продолжу свои дела. Хочу немножечко повышевать. Надо заканчивать начатые работы. И ждём. О, уже тепло пошло. Огня ещё нет, а уже тепло. Надо же. Впервые этой осенью начали пользоваться обогревалкой у этой нашей печки, то есть у нашего камина. До этого всегда пользовались только как увлажнителем воздуха. Ну и как, для романтики, красотой. О, как тепло. Теперь мёрзнуть не будем. Вот как мне дочь с зятем говорили, мам, первый этаж, надо полы делать обогревающимися. А я была против, я говорю, да и так тепло, всё хорошо. А нет. Вот в этом сезоне почувствовала, как плохо с холодными полами на первом этаже. Ну ничего, я, видите, вот в чём хожу. Вот такие у меня на ноге. Видите, какие? Совы, по-моему. Мне кажется, это сова. Или кошка. Нет. Косята. Вот такие розовенькие козятки на ноги. Тепло. Когда сижу за рабочим столом, что-то делаю, монтирую ролик для Ютьюба. Ноги всё равно мёрзнут. У меня вообще ноги такие мерзлячки. Ужас. И сейчас я тоже вот тут вот на кресле буду сидеть, вышивать и принесу в свою обогревалку заодно и массажёр. Это у меня Серёжин подарок. Вот, смотрите. Это такая красота. Такая прелесть. Ой. Вот сейчас включится. Тут греет. Тут массаж. И я вот так сижу, монтирую ролики. Ну, сейчас буду здесь сидеть и вышивать. У меня несколько недовышитых. Правда, слушайте, а ведь они у меня, наверное, и на даче. Полазила. И у меня только тут вот эти вот, то, что внучка маленькая была. Не довышила. Что-то это не хочется пока заниматься. Хочется что-нибудь хорошее вышить. Ну, раз уж я достала, сейчас вместе поперебираем. Здесь у меня вот целая куча. Это бисер. Не хочу сейчас бисер. Хочу крестик. А вот работа крестика. Так. Это у нас, по-моему, Питер. Да, и Исаакиевский собор. Так, это храм Спаса на Крови. А это я подобное. Слушайте, я ведь подобное уже вышла. А это тоже очень похожее. Наверное, вот с этой и начну. Пока отложу. Любимые мои подсолнухи. Монохром. Вот монохром тоже хорошо. Лампа. Вот эта очень нравится. Так. Вот такие. Блин. Вот это вот на рогушке. Ромашки. О, красиво. Но здесь очень... Так. Вот это можно, наверное, тоже. Посмотрю сейчас. Ну, эти такие простенькие. Я их что-то в фикс прайсе покупала. Что-то еще где-то. Это совсем дешевенькие такие. Вот. Это не хочу. Вот эту розу можно. Но она тоже в фикс прайсе, по-моему, купленная. Так. Ну, в общем, вот так, друзья. Что бы мне выбрать? Как вы думаете? Что-то выберу одно. Наверное, в пару. Вот этот рисунок. Сейчас покажу. У меня есть вышитые. Просто еще не оформлены в рамку. Посмотрим, не ошибаюсь ли я. Мне кажется, они парные у меня были. Вот у меня работы. Смотрите. Целый рулон готовых работ, которые надо обрамить замечательной рамкой. Но пока лежат. Придет им срок. Как захочу кому-нибудь подарить, так и сделаю в рамочку. Это вот девушка вот такая. Тут и бисер, и полукрест, и крест. Вот такая прелесть. Так. Это внучка начинала вышивать. Не закончила я, довышила. Маленькая еще была. Так. Ой, вот эта работа мне очень нравится. Смотрите. Называется «В ожидании». Собачоночка сидит на окне и высматривает хозяйку. Или хозяина. Прелесть. Физалис тут. На подоконнике. Ну, красота. Красота. Тоже кому-нибудь подарю. Потом в рамочку сделаю и подарю. А, вот она. Вот про эту работу я говорила. Вот я ее закончила. Еще в позапрошлом году закончила. Еще ютюбом когда не занималась. Ну, так и лежит. И вот, смотрите, это же. Вот они парные совершенно. Вот такие рисунки. Наверное, вот эту буду вышивать. Чтобы кому-нибудь задарить. Ну, а это потом. На даче когда-нибудь. Когда нечего делать будет. Ну, в общем, вот это пока выбираю. Друзья, вы скажите, вы бы что выбрали из всего, что я вам показала уже. Так, тут все вытаскивала. Смотрите, у меня какая куча вышитых работ. Остатки. Ну, то есть это... Это не все. Только то, что у меня сохранилось. Но большая часть. Я в основном сохраняла. Тут потому что... Ну, вот эта девушка. И мулине остается. Бисер остается. Ну, тут, как видите, я, видимо, куда-то использовала. Ничего нет, кроме схемы. Среди моих подписчиков много вышивальщиц. Меня просили показать готовые работы, показать наборы. Ну, а я вот, видите, наборы показала. Сейчас покажу то, что я вышила. Чего только я не вышивала. И вот, думаю, что видно вам. Вот работа. Многим моим давним подписчицам она знакома. Потому что висит у меня в спальне на стене. Так. Ну, это вот собачка. Работа только что показывала. Называется «В ожидании». Это у меня на даче висит. Набор для вышивания крестом. Чая ривна «Мать». Вот. Дальше. Это я маме вышивала. Икону её именую. Святая Елена. Так. Жёлтый листик. Дарила. Подарила работу. Тоже парный он. Этот жёлтый листик. Если есть, покажу пару. На кухне висит. Так. Это подруги. Поэтесси. Видите, здесь сборник стихов. Вообще такая романтичная картина. Подруги вышила поэтесси. А вот. На кухне висит. Разворачивать не буду. Все помнят у меня на кухне висит. Это сирень. Тоже, по-моему, в спальне висит. О, вот эта работа. Это я вышила дочери на новоселье, на новую квартиру. Что я рассказываю? Сейчас покажу, как у них висит. Как раз недавно, день рождения, зятя справляли. И моя эта картина уже столько лет у них висит на парадной стене. И как раз на заднем фоне эта картина. Сейчас увидите. Там только заварку разливали. Вечер, что здесь? Ленка стоит, а у нас я. Вот такой торт Москва. Да, не так, а вот так. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения наш папа! С днем рождения тебя! Ура! В общем, где-то на выставке я купила набор и не обратила внимание, что здесь вообще и руководство, видите, везде одни иероглифы. В общем, пришлось мне сличать эти иероглифы, где они одинаковые, где они разные. Ну и пришлось вышивать, вот, так сказать, по китайским иероглифам. Работа была трудная, но приятная, увлекательная. Вышла и получилась картина. Еще одна сложная была вот эта. Вот. Это так кажется, что здесь черный или темно-коричневый цвет, уже не помню. И бежевых два цвета примерно. На самом деле их, сейчас скажу, сколько уже забыла. На самом деле, 18 оттенково-бежевого цвета. Представляете? Но зато какая красота! Так, это у меня на даче висит. Я помню, как за этим набором поехали мы с мужем. Чуть ли не в Подмосковье далеко. Искала я этот набор и нашла. Но не только за этим набором, еще несколько наборов я заказала. И вот в выходной день поехали с мужем. Потом мы заехали в Царицын. И там я сломала себе новую. Вот, этим запомнился этот набор. Вот такая красота. Два раза вышивала. Первая работа подруга увидела, понравилась. Я ей тут же подарила. Но так как это тоже мой рисунок, так сказать, осень, моя тема, купила еще один набор и вышила себе. И висит вон там над телевизором на стене. Так, это вот, заметили, наверное. Вот висит над камином. Так, это подарила. Хочу вышить себе. Конечно, времени нет. В общем, очень нравится. Тема моя. Встреча с мечтой называется. А я назвала Ассоль. Вот. Хочу еще себе вышить здесь. И ниток довольно-таки. Конечно, их не хватит, но остались нитки. Мы можем докупить и вышить. Ну, вот это, пожалуйста, вот та картина, в пару которой сейчас хочу вышить. Это я уже вышила, показывала. Выши, что и есть. Ну, вот смотрите. Это все в поле. Вот, я думаю, видно. Вот пара. Так, что еще тут? А, это у меня в спальне. Моя любимая тема. Патриаршие пруды, осень, дождь. Фигура одинокой женщины под зонтом. Фонари красивые. Красота, прелесть. Очень нравится. Так. Это на даче висит картина. В спальне висит чаривна-мать. Называется фирма украинская. Одна из моих любимых фирм. Это на даче. Так. Это оберег. Семейный оберег. Я вышила в семью дочери. Сейчас покажу. Картину, по-моему, нет. Обложки нет почему-то. Нет, обложки нет. Ну, схема есть осталась. Вот такая схемка. Так. Ну, это здесь висит вон на стене. У меня и стихи есть к этой картине. Ну, по-многим у меня есть стихи. А вот такой забавный котеночек. Ой, такой миленький. Вот. Тоже в спальне. Так. Здесь у меня набор такой. И ленты, и разная техника вышивания. И, по-моему, есть бисеринки были, да. Такая картина. Этот домик похож очень на мою дачу старую. Вот. Тоже с удовольствием. Искала долго я эту схему. Где-то в интернете нашла. Выписала. Ну, а этот домик вот искала. Вот такой сначала нашла. Тоже купила. Он тоже у меня вышитый. В спальне на стене оба домика у меня висят. Так. Это тоже вышитый уже. Ну, все здесь вышит. Вот. Алые паруса. Букет такой в корзине. Громашка. Такие миниатюрки. Щелкала вместо семечек. Так. Это в спальне висит. Жар птица. Так. Что еще тут у меня? Ну, и вот. Не знаю, от чего и что. Такие миточки остаются. Ну, вот так вот. То, что осталось. То, что не потерялось. Показала. Наборов тоже я много уже раздарила. Особенно после того, как фактически перестала вышивать. Когда у меня ютюб появился. Не до вышивок. Ну, вот. А сейчас. Вот пока жду операции со дня на день. Решила повышевать. Станок у меня любимый. Большой станок. Очень удобный. На дачи надо будет привезти. Придется на кальцах. Поэтому вот эти возьму. Или деревянные лучше. По-моему, лучше деревянные. Ну, да. Деревянные возьму. Много ниток. Такой наборчик. Здесь схема. Такая схема. Удобно. На двух листах. Отлично. И цветная. Так. Ну и. Я обычно начинаю с середки. Ну, как обычно. Всегда начинаю с середки. Для этого я делаю так. Просто. Я никогда не расчерчиваю. Так. Чуть как-то криво. Конва кривая. Вот чего я терпеть не могу. Вот смотрите, как обрезана конва. Здесь. По идее-то вот когда должно быть, да? Да. Получается. Смотрите. Тут сюда заходит. А здесь туда уходит. Ну, как это так? А тут. Тут вот главное косо. Придется. Наверное, вот так вот делаю. С ума сойти. Придется подрезать. Ну, смотрите, что. Это нехорошо. Я что-то не помню, что в прошлый раз так было. Как же делать? Как лучше-то сделать теперь. Смотрите. Со всех сторон косит. Ну, придется вот так вот. Вот так вот я загибаю. Я здесь сейчас загну тоже. Точно так же. Смотрите, нет, мне это не нравится. Глядите, что получается. Дурдон. Ну, ладно, там уже по конве пойду. Косая конва. Косая конва. Так. Вот так. Здесь у меня середка будет. Смотрите. Вот нашла я середку. И вот здесь я вот так вот означаю середочку. И все. И от середки всегда пляшу. Я думаю, все так делают. Только многие расчерчивают, а я не люблю расчерчивать. В общем, вот у меня середка образовалась. Вот она. И вот отсюда я начну плясать. То есть, вышивать. Ну, все. Подкрутим немножко. Опа. Вот так. Не люблю тоже на пальцах портить. Вот потому что. Ну, пока так. Потом на дачу же мы все равно скоро поедем. Буду уже на даче вышивать, если будет время. В общем, вот эта вот середка. Так, у меня есть вот такой вот органайзер для ниток. Вот. Под номерами. И, в общем, я не сразу нитки разбираю и сюда вот вставляю, а по мере работы. Ну, допустим, вот нужно мне что-то вышить. Первые стежки, да, первые крестики. Я беру эту нитку, ну, и по номеру вставляю. Номер вот как здесь. Допустим, мне понадобилось для первого стежка седьмая нитка. Вот я вытаскиваю ее. Частично, не все. И нахожу седьмой номер. Вот он. Значит, я вот сюда вот вставлю эту нитку. И постепенно по мере работы заполняются все ячейки. Так удобнее. Не тратится время первоначально на разбор, где какая нитка. И так еще удобно тем, что уже запоминается. Если сразу все нитки, какие нужно здесь заполнить, они не запоминаются, какой номер. А вот по мере работы, когда я заполняю, я уже не глядя, помню, где какой номер. Вернее, какой цвет, каким номером идет. Ну, органайзер нужен для контроля и для удобства работы, естественно. Вот. Так. Ну, и здесь сейчас посмотрю, как я работаю. Это вверх картины, это низ. Низ. Угу. И середка. Середка получается вот здесь. вот темные нитки. Здесь они, вон, крайние все. Наверное, пойду как раз вот темными нитками. И здесь можно, и здесь можно. Право. И рамочку обвижу. Отлично. Так мы и сделаем. и, вы. И, 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 Субтитры создавал DimaTorzok